Только человек, либо, так сказать, абсолютно сумасшедший, либо абсолютно ангажированный, может говорить о независимости сейчас Украины. Потому что ни в одном своем решении Украина не является независимой. Я видел этого искреннего человека, который, так сказать, и заблуждался, может быть, в чем-то, и, может быть, иногда принимал не совсем выверенные решения, но это был патриот своей страны. Мы к этому празднованию всегда подходили с какими-то, так сказать, результатами, о которых можно было народу доложить. А вот с каким результатом Зеленский выходил, ну, это надо у него самого спрашивать. Потому что то, что он там вещал, это мало напоминало праздничную речь. И просматривалось и отчаяние, и безысходность. Зеленский и вся его комарилия, естественно, ни на какие переговоры без команды американцев не пойдут. Второе. Значит, если американцы и дадут такую команду в результате каких-то, так сказать, договоров с Российской Федерацией, в результате каких-то переговоров, то ведь американцев цель не убрать этот режим, а напротив его сохранить. Буквально недавно Украина отпраздновала такой государственный праздник, как День независимости. Но если посмотреть на реальные факты, я, например, недавно видел такую статистику, то государственный долг Украины превышает 120 миллиардов долларов. И, я уверен, продолжает расти, учитывая ту помощь, в кавычках, которую Запад оказывает Украине. И здесь хотелось бы понять, о какой независимости можно говорить вот в таких вот условиях, и есть ли шансы в ближайшей краткосрочной или среднесрочной перспективе Украину эту независимость обрести. Как вы считаете? Прежде всего, если вы видели репортажи из Киева, то то, что происходило на Михайловской площади, по-моему, это никак не напоминало праздник, потому что все эти, так сказать, деятели киевские были облачены в какие-то костюмы цвета хаки. Вот. И на лицах я не видел ни радости, и, в общем-то, и народ тоже, так сказать, не проявлял никакой радости. Я же много раз участвовал в праздновании этого Дня независимости, и мы к этому празднованию всегда подходили с какими-то, так сказать, результатами, о которых можно было народу доложить. А вот с каким результатом Зеленский выходил, ну, это надо у него самого спрашивать, потому что то, что он там вещал, это мало напоминало праздничную речь, и просматривалось и отчаяние, и безысходность. Ну, в общем-то, это совершенно очевидные моменты. Но только человек, либо, так сказать, абсолютно сумасшедший, либо абсолютно ангажированный, может говорить о независимости сейчас Украины. Потому что ни в одном своем решении Украина не является независимой. Она не может самостоятельно определить, так сказать, на посты, например, председателя Верховного Суда, генерального прокурора, да и не только генерального, вообще любого прокурора надо согласовывать это с американским посольством. Это вот если кому-то сказать, покажется диким. Вот, например, в Белоруссии сказать, что вот надо какого-нибудь там прокурора или председателя суда районного, надо не с президентом, так сказать, согласовывать, а вот надо в американское посольство пойти. Наверняка белорусы поразятся и удивятся, да? А вот в Украине это совершенно естественно. Теперь вернемся к результатам. Ну, по-моему, это самый провальный год в истории вот после 91-го года в истории Украины. Самый провальный. И прежде всего хочу сказать о таких важнейших факторах в любом государстве, как падение численности населения. То есть демографический кризис. Нас было 52 миллиона. Сейчас с трудом насчитать, если можно, 20. С трудом. Я даже в 20 не верю. Самые оптимистические, так сказать, официальные источники, типа там института демографии, Академии наук, рисуют цифру 27. Ну, я понимаю, что там, ну, надо что-то показывать. Ну, там и 27, конечно, и близко нет. Второй момент. Смертность выросла в два раза. Это я не считаю смертность, так сказать, на линии соприкосновения в зоне боевых конфликтов. Это бытовая смертность выросла в два раза. А рождаемость упала с 530 тысяч в год, как у нас было в 2013 году. Да, чуть-чуть цифры, но еще год не закончился, но если за первое полгодие взять 98 и умножить надо, то это будет около 200 тысяч. А это означает, два с половиной раза упала рождаемость. То есть Украина не просто вымирает, она еще страна, из которой люди активно уезжают. Причем активно уезжает, ведь какое население? Ни бабушки, ни дедушки, которым может заниматься некуда. А это самый производительный, как говорят, возраст. Это мужчины и женщины. Женщины в том возрасте, в каком надо детей рожать. Мужчины в том возрасте, когда надо совершать, какие-то свершения, работу иметь и так далее. Вы упомянули государственные долги, он превысил 128 миллиардов и превышает сейчас вау внутрепродукт страны. То есть о его отдаче никаких даже ни у кого мыслей не возникает, и никто об этом не думает. Это большая долговая кабала, которой обречены влачить и дети, и внуки, и, наверное, еще и правнухам достанется. Конечно, нельзя не говорить о том, что промышленность остановилась. Практически не работают промышленные предприятия. Что-то там теплится, что-то связано как-то с военными действиями. Где-то там кто-то клепает какие-то управляемые дроны. Где-то что-то там еще. Такого типа работы ведутся. Но вот, скажем, если посмотреть показатели экспорта или производства стали, например, ну это один из ключевых показателей, то мы увидим падение невероятное. Если посмотреть на производство электроэнергии, то всегда Украина была экспортером электроэнергии, сейчас превратилась в импортером. Ну и так далее. Поэтому стоят разрушенные поселки и города, и никто их не восстанавливает. Так для показухи в Буче, который они превратили, кстати, сами спровоцировали вот эту бойню в Буче, киевский режим, и теперь превратил как бы, ну вот, символ сопротивления, там туда возят всех, так сказать, деятелей, которые к ним приезжают. Они ходят с озабоченными лицами, значит, смотрят на этот небольшой поселочек, и вот им там говорят, что вот здесь совершено страшное преступление. Ну, история покажет, когда придет нормальная власть и разберется, кто совершал это преступление. Потому что абсолютно ясно, что преступление совершила киевская хунта, чтобы сделать вот такой показательный процесс. Поэтому День Независимости – это день, к сожалению, зависимости. Никто не отмечал этот День Независимости, надо заметить. Люди, так сказать, обычно мы это все отмечали, и праздники, там какие-то праздничные базары, там массовые мероприятия, спортивные. Никто это, так сказать, не праздновал, поэтому настроение у людей, к сожалению, далеко не праздничное. Вот вы упомянули новую власть, которая, ну, рано или поздно появится в Украине, очевидно, и которая придется решать ведь не только экономические вопросы, но и вопросы идеологические. Вот вы тоже упоминали молодежь, вот это вот трудоспособное население, которое активно сейчас выезжает за пределы Украины. Но какая-то часть ведь остается, и то же слышал очень много историй в Украине, когда там маленькие дети совершенно, чуть ли не детсадовского возраста, там бегают во дворе, играют в войнушку, там кричат «бей русню», «бей москаля», и все в таком духе. И если вот это начинается уже с такого раннего возраста, то новой власти ведь придется решать эти вопросы, вытравливать вот эту вот нацистскую идеологию, которая насаживается с самого раннего возраста. А как вы считаете, молодежь в Украине потеряна, или в принципе еще можно все вот это вот вытравить из их умов? Это не просто можно, это необходимо будет сделать. Иначе цель специальной военной операции, так сказать, будет невыполнена. И все жертвы, понесенные в ходе этого конфликта, будут, так сказать, напрасны. Поэтому однозначно. Ну, в истории знают примеры, многочисленные примеры, но и самый яркий пример – это, конечно, денацификация Ермании послевоенной. Степень зомбирования, так сказать, немцев националистической или нацистской идеологии была колоссальная, потому что уже Гитлер был мертв, а, так сказать, немецкие войска продолжали сражаться. 30 апреля он покончил жизнь самоубийством, а 2 мая еще велись бои, причем отчаянные бои. А 9 мая, как известно, освобождалась Прага. То есть, вот смотрите, неделю после смерти Гитлера и после уже откровенной капитуляции фашистские войска продолжали сражаться. Я читал много мемуаров, которые показывали или описывали последние дни так называемого Рейха Третьего. Было видно, что система была выстроена на железной дисциплине, на абсолютно жестких карательных действиях. И даже после 1 мая, так сказать, описывали факты расстрела за дезертирство, за, так сказать, какое-то не так сказал, не то высказал. И вот представьте себе, что через несколько лет от этой нацистской идеологии ни в Восточной Германии, ни в Западной Германии не осталось ни следа. Прежде всего потому, что были проведены чистки. Все члены, ну, подавляющие, в Восточной Германии абсолютно все члены гитлеровской партии были, так сказать, уволены из рядов государственных служащих, образования там и так далее, и так далее. Более того, значит, были проведены не просто они уволены, а если они замешаны были в каких-то преступлениях, они были отправлены, так сказать, в местах не столь отдаленные, как у нас обычно принято говорить. Состоялся Нюнбергский процесс, который осудил, приговорил к высшей мере наказания основных говарей рейха. Были организованы экскурсии в концлагерях, где, так сказать, люди своими глазами видели эти зверства. И вот в результате вот такой целенаправленной работы, надо заметить, что, ну, в Восточной Германии этот процесс был абсолютным. В Западной Германии он был, так сказать, относительным, но тем не менее были приняты законодательные акты, которые препятствовали возрождению нацистской идеологии. Я бывал в Западной Германии, я имею в виду в советское время, еще до объединения Германии, в Восточной Германии я своими глазами видел, и вот то, что я говорю сейчас, это правда. Поэтому на самом деле, несмотря вот на такую озабоченность, и мою, в том числе, озабоченность тем, что за эти, значит, 9, почти 10 уже лет произошло такое массовое зомбирование, особенно молодежь, управость, начиная с детских садов, это ведь начинается. Причем в такой вот абсолютно абсолютизированной нацистской идеологии, потому что вот то, с какой ненавистью к России проводится эта пропаганда, и к русским людям вообще говорят. И мне даже непонятно, как вот русские по природе люди, да, по рождению люди, вот не возникают и не протестуют против того, что им запрещают на своем родном языке говорить, что их унижают, особенно с ними попадают националистические там подразделения различные. Но это все, с одной стороны, понятно. Как совершенно справедливо в свое время говорил Геббельс, так вот я не хочу титировать этого негодяя, но тем не менее. Он говорил и так, дайте мне средства массовой информации, и я превращу нашу высококультурную нацию в стадо свиней. Вот это, к большому сожалению, произошло под мудрым руководством западных специалистов и в Украине. Но еще раз повторяю, что это дело временное, и после, скажем, завершения этой специальной военной операции, и при принятии правильных решений по деноцификации, прежде всего, можно будет ситуацию серьезно поправить. Потому что с этим режимом, с этой идеологией, у Украины нет будущего. Вот что надо понимать. Ну, здесь знаете еще, в чем сложность видится? Кроме государства, должны быть и так называемые лидеры мнений, которые могут работать, в том числе и с молодежью. А их ведь не просто репрессируют, а в том числе убивают не только в Украине, но и за ее пределами. Можно вспомнить тех же Дарью Дугину, Владлена Татарского. И я думаю, в самой Украине, наверное, с этим дела обстоят точно так же, если не хуже. Разве нет? Да, вы абсолютно правы. Мы ведем учет и внимательно смотрим за этой ситуацией. В Украине полностью уничтожены оппозиционные, реально оппозиционные, подчеркиваю. Партии политические, лидеры были вынуждены уехать из страны. И, слава богу, что уехали своевременно. Многие, вообще-то говоря, сидят и в тюрьмах. Там несколько тысяч человек политически заключенных. И вот сейчас образовалась уникальная ситуация. За рубежом Украины находятся около 20 миллионов граждан Украины. Ну, разных. В том числе в России, в Европе, по всему миру разбросы. Мне, кстати, иногда приходят отзывы и комментарии на мои выступления. Представляете, из Новой Зеландии, Австралии. Я сомневаюсь, что там реальные зеландцы смотрят меня, слушают, их это интересует. Даже это наши граждане. Так вот, по сути дела, и политические партии. Вот давайте посмотрим. В эмиграции находится, например, руководитель коммунистической партии Украины Симоненко. Я, например, председатель партии регионов. Самая крупная партия политического Украины нахожусь. Теперь руководитель партии Держава Дмитрий Василец находится, так сказать. Руководитель Союза Левых Сил, руководитель партии Наши и так далее, и так далее. То есть, по существу вся политическая оппозиция – это будущее, будущее, да. Вот та политическая элита, если так можно сказать, которая будет работать с этими явлениями, о которых вы сейчас говорите. А вот та так называемая оппозиция, оппозажа так называемая, да, они сейчас, ну, во-первых, были запрещены, но они, так сказать, люди сноровистые. Сейчас они зарегистрировали в Минюсте на базе своей партии новый бренд. И как бы вы думали, как называется этот бренд? Украина по-нудесе. Что в период, ну, так сказать, если на русский язык, то Украина превыше всего. Дочванд, юбералис. Вот это нацистский возраст. Это же уму непостижимо, что бывший, так называемый, пророссийский деятель Юра Бойко, да, который, так сказать, претендовал на пост президента Украины и был якобы пророссийским, да, он сейчас лидер партии украинской, которая взяла самые, так сказать, отъявленные бандеровские лозунги. Украина превыше всего. Так что вот эти события трагические, они поставили, как говорится, клеймо на каждого участника политического процесса. Кто не сдался и кто, так сказать, стал марионеткой его американцев. Потому что это все с согласия американцев делается. Левочкин, который партнер является Бойко, это известный, так сказать, агент американский. Он все время, так сказать, был представлен Кенуковичу. Во многом способствовал по государственному перевороту. И поэтому прекрасно себя чувствовал. Вот как совершен переворот, так сказать, режим Януковича обвиняется во всех грехах, смертных грехах. Во всех. Абсолютно. И в расстреле людей там, и в чем он только, так сказать, не обвиняется. И вдруг глава его администрации, которая почти до последнего дня работала в главу администрации, Янукович. И вдруг себя прекрасно чувствует. Без всяких проблем. Работает с Порошенко, сейчас с Зеленским. Работает он, конечно, прежде всего с американцем. Поэтому вот то, о чем я говорю, это чрезвычайно важно. Если в процессе деноцификации режима не удастся вот всех этих, так сказать, так называемых оппозиционеров и вот этих нацистов не убрать из политической жизни страны, то Украина будет очень долго выкарабкиваться. Если вообще выкарабкается. Поэтому решительная деноцификация и приход к власти реальных оппозиционных сил, реальных к нацизму, стоящих на строчках декларации о государственном суверенитете, которая была принята в 90-м году и которая означала нейтралитет и дружелюбные отношения со всеми окружающими странами. Но вот для прихода вот этой вот новой власти, о которой вы говорите, совершенно очевидно. Первое, что нужно сделать, это, ну, по крайней мере, прекратить боевые действия. Потому что, ну, западная техника, она сейчас усиленно утилизируется на фронте. Но что хуже всего, утилизируется не только западная техника, но и простые граждане Украины. Не вот эти вот отъявленные нацисты, а обычные, ну, учителя, доктора, слесари и прочее. И, тем не менее, вот киевский режим, он продолжает заявлять о каком-то контрнаступлении, о войне до победы, о возвращении Донбасса, Крыма. И здесь возникает логичный вопрос. А что, в принципе, должно произойти, чтобы они наконец-то поняли, что ни к чему не придут и пошли на переговоры? Зеленский и вся его комарилия, естественно, ни на какие переговоры без команды американцев не пойдут. Второе. Значит, если американцы и дадут такую команду в результате каких-то, так сказать, договоров с Российской Федерацией, в результате каких-то переговоров, то ведь американцам цель не убрать этот режим, а напротив его сохранить. Поэтому будут американцы вырабатывать какие-то уступки определенные, в том числе и территориальные, возможно. Но для них главная задача сохранить вот этот режим, который спровоцировал военный конфликт и который, так сказать, решает задачи стратегические для американцев, ослабляет Российскую Федерацию. Ведь этот военный конфликт, он не только разрушает Украину, он ведь и ослабляет Российскую Федерацию. Поэтому не может быть положительного итога этого военного конфликта, если не будет достигнут самый главный результат. Это денацификация режима, то есть отстранение этого режима от власти. И приход к власти технического правительства на первом этапе, которое займется не нацистскими, так сказать, идеологией, не конфликтом, а займется восстановлением страны. Восстановление в Украине денацифицированного порядка жизни, то есть устранение всех вот этих вот нацистских, бандеровских, группировок политических, так, и развитие демократии. Это очень сложный процесс, подчеркиваю. Потому что одно дело, когда Красная Армия вошла, так сказать, в Берлин, заняла большую часть, ну не большую часть, но значительную часть Германии, то, естественно, все эти, так сказать, нацистские силы политические, да, были просто ликвидированы. Они либо убежали куда-то за границей, либо просто попали под суд, так сказать, и были ликвидированы. А совсем другая ситуация может сложиться в результате какого-то мирного процесса. То есть в стране останутся эти политические силы. Да, они будут отстранены от власти. Это вот в оптимальном исходе переговоров, да. Но никто не отнимет у них вот этих миллионов одураченных людей зазомбированных. Никто не отнимет у них средства массовой информации, которые у нас, как известно, принадлежат олигархам и проводят идеологию олигархов. Потому что для этого нужна деноцификация еще и средств массовой информации. Потому что у нас один канал принадлежит олигарху Пинчаку, другой канал принадлежит Ахметову олигарху, третий Калам Мойскому, четвертый, еще кому-нибудь. А все они работают под американцами. Поэтому тут процесс очень сложный. Так что ту проблему, о которой вы говорите, она, естественно, ключевая для достижения мира. Мир не может быть достигнут на условиях американцев. Ну и этот мир, который будет достигнут путем мирных переговоров с действующим киевским руководством, он же просто может использоваться как очередная передышка. Просто чтобы вооружиться и снова пойти в бой, что называется. Именно поэтому я вам и говорю, что нельзя этот режим оставлять у власти. Оставление его у власти означает поражение политической Российской Федерации. Означает угрозу ее безопасности. Я не говорю уже об угрозе безопасности самой-то Украины, потому что продление этой политической жизни, этого трупа, означает дальнейшее разрушение Украины. Я замечу, что в истории был пример, когда, значит, скажем так, встал вопрос, а кто же будет руководить новой Польшей? А в Лондоне сидело эмигрантское правительство, которое в свое время заключало пакт о ненападении с Гитлером. Так, проиграло войну. В течение двух недель было разбито в 1939 году. Эмигрировало в Польшу и всю войну, так сказать, гадило, так сказать, и мешало, так сказать, освобождение Польши с советскими войсками. Создало армию Краева. Армия Краева не столько воевала с гитлеровцами, сколько, так сказать, устраивала геноцид мирного населения. И вот Черчилль на полном серьезе, значит, на известных, так сказать, саммитах, как сейчас говорится, а тогда на встречах в Ялте требовал от Сталина, чтобы Сталин признал это лондонское правительство. И чтобы оно пришло к власти в процессе освобождения. И именно для этого было организовано так называемое польское восстание, когда передовые части Красной армии подошли к Висле. А как известно, на другой стороне Висла Варшава находится. Казалось бы, один рывок, и, так сказать, ну, правда, она подошла уже после того, как прошла с боями почти 180 километров, была слаблена. А гитлеровцы достаточно хорошо укрепили свои позиции и, так сказать, обладали значительными силами. И вот, тем не менее, лондонская мигрантская правительство спровоцировало вот это варшавское восстание только с одной целью. захватить Варшаву-столицу с помощью, так сказать, и когда, значит, советские войска все-таки, так сказать, форсируют Вислу и, так сказать, войдут на территорию, ну, они уже были на территории Польши, но, так сказать, начнут продвигаться по Польше, чтобы они имели дело с эмигрантским правительством. А это означало сохранение антисоветского польского правительства, потому что все вот это вот, значит, и весь исторический период, начиная с Советско-Польской войны, как вы помните, наверное, да, до 1939 года это, так сказать, польское правительство занималось абсолютно, проводило враждебную Советскому Союзу политику. Абсолютно враждебную. И, в общем-то, и благодаря этой своей позиции была развязана Вторая мировая война по большому счету, потому что, например, Чехслакию Советский Союз предлагал защитить. Но для этого ему надо было, чтобы поляки пропустили его через свою территорию. Ведь Западная, это Украина, Западная Белоруссия были польскими. И как бы советские войска попали в Чехслакию, если поляки бы не разрешили пройти через... А они не разрешили. В результате расчленили Чехслакию. Саму Польшу защитить от немцев можно было только при одном условии. Если поляки допустят на свою территорию советские войска, тогда Гитлер бы не решился напасть. Они тоже отказались. Во всяком случае, я вот этот пример исторический привел для того, чтобы понимать, если бы Сталин пошел бы на компромиссы, то он получил бы источник. Он бы, конечно, никогда не пошел, это был бы стратегически, так сказать, грамотный, выверенный политик, с огромнейшим опытом, прекрасно знавший своих, так называемых, союзников. Но вот если бы такие компромиссы были достигнуты, так называемые компромиссы, то Советский Союз получил бы на своих границах абсолютно враждебную ему страну. Не могу не задать вам такой вопрос. Вот эта вот широко обсуждаемая трагедия, которая произошла в небе над Тверской областью. Не буду спрашивать, почему произошло, как произошло, это уже установит Следственный комитет, очевидно. Больше интересна та реакция, которая возникла на Западе и в том числе в Украине. И в том числе обвинение в адрес нашего президента вот якобы предоставил гарантии безопасности. В итоге случилось то, что случилось. Но он в недавнем разговоре с журналистами буквально сказал, что во-первых, это территория другого государства. Там никакие гарантии безопасности не распространяются. И вот откуда у Запада вот эта реакция на падение самолета Пригожина, как вы считаете, почему они вдруг все так переполошились, скажем так? Ну, они не переполошились, они организовали, скорее всего, этот акт. И поэтому им надо было сделать такую реакцию, при которой отвести свое собственное участие в этом преступлении и перевалить его на кого угодно. И на российские официальные власти, и на непонятные бизнесовые какие-то разборки. Они там выдвинули немало версий, среди которых нет одной только версии. А кто заинтересован был, чтобы убрать всю верхушку вот этой военной группировки Лагнер? Я хочу сказать, что при всей неоднозначности самой личности Пригожина так, вот то, что он делал, особенно последний год, говорило о его патриотизме, прежде всего по отношению к России, и говорил о том, что это был очень инициативный, энергичный руководитель. И, откровенно говоря, мне, так сказать, глубоко печалила вот эта трагедия, как человека печалила, не как политика, а как человека прежде всего. Потому что я видел этого искреннего человека, который, так сказать, и заблуждался, может быть, в чем-то, и, может быть, иногда принимал не совсем выверенные решения, но это был патриот своей страны, и вот это было, так сказать, видно. Поэтому никакого, значит, если уж так рассуждать, какие-то там говорить о причастиях официальных, то тогда надо сказать, что и Прилепина взорвали тоже, так сказать, какие-то, так сказать, официальные лица, и Дарью Дугина взорвали, и теракты многочисленные проводятся. Ясно, что прежде всего заинтересованы были устранить Пригожина, это безусловно американцы и, так сказать, их спецслужбы. Прежде всего они заинтересованы. Ну, в том числе и поляки, наверное, знаете, учитывая то, как они реагировали. Поляки просто я их не называю в силу слабости их спецслужб, как мне представляется, потому что их невозможно сравнить ни с РУ, ни с МИ-6, у которых громаднейший опыт, громаднейшие возможности, там, колоссальная агентура, ну, поляки есть поляки, это, так сказать, все-таки относительно слабое государство, у которого гонора много, а за душой, так сказать, мало чем этот гонор подтвердить. Так всегда было в истории, кстати, столетиями. Так и сейчас, из своего гонора они теряли свою самостоятельность, свою страну теряли. Вот вы сказали, да, что Польша, она, можно сказать, в значительной степени ответственна за развязывание Второй мировой войны, и не кажется ли вам, что здесь можно провести параллели между той межвоенной Польшей и современной Польшей, которая точно такое же враждебное государство по отношению Беларуси к России, которого сейчас грозится полностью закрыть границу вместе с Прибалтикой. Такие параллели, они, наверное, прослеживаются. Абсолютного права. Точная копия того, что делал Пилсудский до своей смерти в 36-м году, и что делали его последователи. Министр иностранных дел, Бек такой известный, который был одним из участников заключения пакта Пилсудского и Гитлера, портрет Гитлера повесил в своем кабинете. И он у него висел до момента вторжения гитлеровцев в Польшу. И, значит, самая главная политика так называемого коменданта Пилсудского это была стопроцентная русофобия. Ненависть к России, ненависть к Советскому Союзу. И постоянно, собственно говоря, он и весь этот союз строил с Гитлером на том, что мы вместе с вами завоюем Советский Союз. Но Гитлер был, в отличие от Пилсудского, не дурак, надо заметить. То есть не до такой степени заангажированный, как Пилсудский. И поэтому он прекрасно понимал, что, так сказать, Польша ему, так сказать, простой, ненужный довесок. И союз с Польшей ничего ему не абсолютно не даст. И вот так оно и получилось. Он разгромил польскую армию за две недели. Так что вот цена вот этого гонора польского. Вот. И, ну, я, так сказать, мне пришлось работать, скажем, с другими политическими руководителями Польши. Ну, с Дональдом Тузским, премьер-министром, Комаровским, президентом. Это были, так сказать, умеренные политики. Они тоже были в какой-то степени русофобы, вот, как и многие другие поляки. Потому что это воспитывалось у них уже. Начиная с девяностого года, так сказать, в Польше готовил вот такую политическую элиту, абсолютно русофобскую, но все-таки, значит, с каким-то наличием здравого смысла. А приход к власти Кочинских, братов сначала от покойного президента и нынешнего, так называем, теневого лидера, вот, это приход к власти крайне националистической, агаутевой, абсолютно ненациональной, по сути, потому что то, что они делают для Польши, Польшу разрушает и создает проблемы им в Европе, по большому счету. Вот, они выстраивают свою диктатуру, вот, и кому-то, может, нравится, что они с Европейским союзом, так сказать, противоречат, значит, ведут политику такую якобы свою. На самом деле, если вдуматься, то, что они делают, когда устанавливают монополию одной власти, одной партии, точнее, политической силы, когда подминают под себя судебные органы, на самом деле, еще раз подчеркиваю, это укрепляет вот самые гнусные политические силы в Польше, рецептические, антибелорусские, антироссийские и, конечно, антиукраинские. Вот вся так называемая дружба, ну, я встречался с покойным Кочинским президентом, были беседы, так сказать, с каким он гонором разговаривал с нами, с каким он высокомерием с нами разговаривал, это надо было, так сказать, это были узкие встречи, узкие ужины так называемые, но вот деньчек раскрывается. Так что, значит, для, так сказать, вот этой линии политической украинцы как были холопами, так они остались в их сознании, это в подсознании у них находится. Вспоминается их реакция на размещение Вагнера в Беларуси, когда они использовали это как повод, чтобы подтянуть сюда сначала одну тысячу, потом четыре тысячи, потом чуть ли не десять тысяч своих военных в непосредственную близость у белорусских границ. Ну, знаете что, я, в общем, скажу, может, не популярная вещь, но вот чем отличались вот эти ребята вагнеровцы, да, они отличались хорошей выучкой, хорошей слаженностью, так сказать, ну, подготовкой прекрасной, да, и они бы этих поляков разметали, если бы им такая команда была дана, конечно, потому что надо заметить, что без команды они бы ничего не сделали, это совершенно очевидно, да, но если бы такая команда была дана, то там этих поляков бы, так сказать, от границы гнали бы достаточно долго, все-таки вот конфликт двух абсолютно братских народов, украинцев и России, и русского, и русского народа, и украинского, да, кто-то говорит, что это практически единый народ, и я тоже так считаю, потому что я много лет прожил в Украине, и никаких отличий, ну, кроме бандеровской ее части, конечно, вот, я практически не видел, так вот, по сути, противостоят один и тот же психотип, по сути, и также, значит, украинские солдаты, так сказать, до последнего сражаются в своих этих окопах и траншеях, даже понимая абсолютной безвыходности. Да, понятно, что стоят там карательные заслоны, понятно, что там, так сказать, жесткое наказание в случае, так сказать, и так далее, и так далее, но тем не менее, вот, не видеть того, что это, в общем-то, одни и те же психотипы, одни и те же люди, по сути дела, только одни оболванены, вот это, зомбирующие пропаганды, другие, так сказать, хотят, так сказать, своему братскому народу помочь, по большому счету, помочь и восстановить в стране нормальную жизнь. Я так лично понимаю. Что ж, Николай Янович, спасибо вам большое за эту беседу и за ваши искренние и развернутые ответы. Вам всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова